Боратынский Боратынскому все время как бы говорят по поводу кого-то. Ну вот Муранова, Тючев. Ну и вспомним немножко Боратынского. Я считаю, что это страшная несправедливость, поэтому обидим сегодня немножко Михаила Юрьевича Лермонтова, тем более, что все это будут праздновать. Я еще завтра в школе буду о нем говорить, а потом еще в Лермонтовской библиотеке в ноябре будет моя публичная лекция о Лермонтове. Я даже уже устал от Лермонтова и, собственно, даже не очень понимаю, что о нем говорить. В разных местах что-то по-разному придется. Думаю, что вот в библиотеке Лермонтова в ноябре, наверное, я буду говорить о его поэме «Демон», скорее всего, потому что она такая очень парадоксальная получается. Но сегодня мы говорим о Боратынском. Тем более, что этот наш разговор предварялся поездкой в Финляндию, и многие ездили в Финляндию по местам, связанным с Боратынским. Мы посмотрели места, где он там жил, и должен сказать, что для меня это было очень поучительно. Потому что я как-то вот и погода нам благоприятствовала. Это была такая абсолютно провинциальная осень, замечательная, с такой тихой финской природой. И стало совершенно очевидно, как он тут с одной стороны восхищался красотами, а с другой стороны прозябал. Потому что Финляндия – это такая, конечно, страна прозябательная, но при этом исключительно экологически симпатичная, со всеми ее гранитами, соснами, озерами. Ходи, любуйся, через неделю повесишься от тоски. Особенно, если ты молодой поэт, который рвется в Петербург, у которого в Петербурге друзья, Дельвик, общество любителей российской словесности. И тебе хочется славы, и тебе хочется всего-всего-всего, что хочется в 20 с небольшим лет, когда ты признанный молодой начинающий гений. Ибо Боротынский очень долгое время воспринимается в сознании публики наравне с Пушкиным. Пушкин и Боротынский – вот два корифея русской поэзии. И когда после вступления на престол Николая Павловича в 1926 году, а тут совпадет, причем Пушкин и Боротынский, они всю жизнь будут как бы так вот параллельно. Одного на юг, другого на север. Один, значит, пишет элегию о видео, посвященную, вспоминая о себе как изгнанники. А в это же время Боротынский находится на севере, в Финляндии, и будет посылать своим друзьям стихи, заканчивающие строчками «И на ногах моих оковы». Ну, оков никаких не было. Давайте очень вкратце пройдемся по его биографии, вспомним, что с ним случилось. Но вот это вот как бы параллельное существование, которое, например, в 1926 году, как я сказал, пересечется. Пушкина из Михайловского Николая вызовет к себе в Москву, и как раз в то же самое время в Москве окажется Боротынский, который, наконец, получит офицерский чин, наконец, сможет покинуть Финляндию, наконец, сможет выйти в отставку. Тут как бы уж сразу заодно женится. И вот два поэта в театре, при полном театре публики, переживающие наступление нового момента, нового царствования. И вот тут среди всех два выдающихся, подающих великие надежды молодых поэта, смеясь и шутя, под ручку прохаживаются. Полный восторг. Но это будет как бы такая кульминационная точка. А потом пути разойдутся. Пути разойдутся очень круто. И окажется так, что чем дальше, тем все больше и больше солнца Боротынского как бы будет закатываться, сходить на нет. В конечном итоге дело дойдет до того, что его просто забудут. Он выпадет полностью из литературной жизни. И самое удивительное, что они, только они вдвоем с Пушкиным будут так сигналить и приглядываться друг к другу. Мало кто знает, что, например, знаменитое стихотворение Пушкина «Вновь я посетил», которое он пишет в Михайловском, является просто прямым ответом на элегию Боротынского запустения. Там вот буквально можно смотреть так, что если Боротынский говорит «А», Пушкин говорит «Б», как бы в противоположность. Вот Боротынский будет все свое стихотворение ориентировать туда, назад, в прошлое, думать о тени отца, вспоминать своего отца. И как бы он все время будет стучаться туда-назад, там, где великая прошлая культура. Мы сегодня об этом, надеюсь, успеем поговорить, говоря о его книге «Сумерки». А Пушкин, здравствуй, племя молодое, незнакомое. У него все основания существования человека, они до какой-то степени будут стягиваться туда, в будущее. Но когда ты читаешь «Вновь я посетил», ты понимаешь, что это внутренний монолог. Этот внутренний монолог у них будет на протяжении всей жизни. Не случайно, но и все равно очень трагично, потому что вот сколько раз Пушкин принимался за статью, посвященную Боротынскому, так ее и не закончил. Хотя в ней писал, что он у нас оригинален и был бы оригинален везде, ибо мыслит. Такая редкая черта, присущая вообще поэзии и человеку тоже. Да, я все время вспоминаю эту фразу, что не так важно, мыслит ли компьютеры, важно понять, мыслит ли люди. Вот у Боротынского всегда это было. Его поэзия – это поэзия пульсирующей мысли. И надо сказать, что и здесь тоже они как-то с Пушкиным встретятся, потому что ведь трагедия Пушкина, как мы помним, будет заключаться в том, что все позднее его творчество, оно будет неизвестно публике. Публика будет знать какие-то только кусочки из его стихов, какие-то там второстепенности, но не выйдет Медный всадник, и Миностровский цикл не будет опубликован, и осень его знаменитая, тоже она, в общем, как бы так пройдет стороной. И когда Боротынский уже после смерти Пушкина в 43-м году приедет в Петербург, после долгой-долгой-долгой отлучки он будет жить у своего друга и родственника Путяты, и через Жуковского, с которым он тоже был прекрасно знаком, он получит доступ к архиву Пушкина, будет рыться в его бумагах, и жене напишет все его поздние произведения, полны чем бы ты думала, глубокой оригинальностью и мыслью. Вот, как вы видите, тоже все здесь пересеклось. И один о том, что другой оригинальный бы мыслит, и Боротынский про Пушкина, как бы Алла-Верды. Но, к сожалению, жизнь их, начиная с 1926 года, пойдет почти совершенно параллельно, не пересекаясь практически. При этом замечательно, что ведь Боротынский, он же осуществит тот запасной вариант жизни, который, как мы помним, мечтался позднему Пушкину. Ведь поздний Пушкин, как вы помните, он пытается уйти от светской суеты, он пытается уйти в частную жизнь. Значит, на свете счастья нет, но есть покой, воля, давно заветная, мечтается мне доля, давно усталый раб, задумал я побег в обитель чудную трудов и чистых нег. Вот замечательно, что у Боротынского-то как раз оно самое, труды и чистые неги, казалось бы, были. Потому что, рано уйдя в отставку, после женитьбы, он полностью погрузился в частную жизнь, он, значит, заботился в основном о своем семействе, семейство, к тому же, было большим. Девять детей было у Боротынского, правда, при этом двое или трое, по-моему, умерли в младенчестве. Ну и то, что осталось, знаете ли, немало. При этом удивительно ведь то, что впервые поехать за границу и как-то так вот немножко вздохнуть спокойно и свободно Евгений Абрамович смог только в 44-м году, когда ему было уже 44 года. Он, значит, родился в 1800 году. И, ну, действительно удивительно, казалось бы, он был богат. Ну, во-первых, он происходил, конечно, из очень аристократического семейства. Отец его, Абрам Андреевич Боротынский, был, извините, генерал-лейтенантом, любимцем Павла I. В какой-то момент было непонятно, кто будет первым фаворитом царя, Аракчеев или отец Боротынского. Причем все на подбор братья, дядя Боротынского, контр-адмирал, вице-адмирал, сенатор и так далее. Отец вместе с братом Богданом, по-моему, получил Павла гигантское имение в Тамбовской губернии, Мару. И там устроил сумасшедшие совершенно каскады, аллеи, пруды. Он занимался там на широкую ногу таким вот парковым строительством. Поэтому в запустении, когда Боротынский потом туда приедет, он будет вспоминать те чудесные сады и видеть то, что от них осталось. В общем-то, даже без этого стремительного возвышения отца Боротынского и его дядьев род тоже был незахудалым. Род, между прочим, аристократический, начиная с XIV века происхождение свое ведет. От Божидара, у которого был замок Боротынь в Галиции, что означает божья оборона. И вот длинный-длинный перечень предков. Некоторые из его предков, извините, в Краковском соборе королевском захоронены, ни много ни мало. Так что перед нами, конечно, в этом смысле очень успешное семейство. Но вот понимаете, да, и женился, между прочим, он женился на дочери генерала Энгигарта. Тоже, казалось бы, не бедный. Причем, во-первых, и приданное было хорошее. А кроме того, сын Энгигарта, за второй дочерью Энгигарта, кстати говоря, вторая дочь Энгигарта, Софья, она вышла замуж за Путяту, друга Боротынского. Поэтому, кстати, Муранова через Путяту, Муранова после смерти Боротынского по разделу досталась Путятам. А потом через дочь Путяты досталась старшему сыну Тютчева. Вот так вот переплелись Боротынские и Тютчевы в Муранова. Но дело в том, что вот эти вот имения, они были небольшими, каждая само по себе, и они были разбросаны аж по трем или четырем губерниям. И Боротынскому для того, чтобы хозяйство в порядке содержать, приходилось все время мотаться. Он мотался из Тамбовской губернии в Казанскую, потом в Смоленскую. Это была вот такая жизнь, по-клически, на колесах. Ему приходилось много-много работать. Муранова, например, он же, вот усадьба, которая там, она построена по проекту Боротынского. Он очень много в это вложил. Дети требовали заботы. А потом мы этого точно не знаем. Но все косвенные данные говорят о том, что, с одной стороны, он очень любил свою жену. Но Анастасия Энгельгард, она, по-видимому, была человеком, ну, мягко сказать, непростым нравом. А, скорее всего, там были и проблемы, потому что ее брат родной, как известно, был душевно больным. Ну, во всяком случае, истерики и выяснения отношений, по-видимому, в семействе были постоянным явлением. Даже более того, ведь трагическая гибель, смерть Боротынского в Италии, она же ведь тоже обставлена исключительно странно. Врача пригласил, он пришел не к нему, он пришел к ней, потому что накануне у нее был очередной припадок. А после этого припадка и приглашения врача, врач должен был утром появиться снова, ночью Боротынского не стало. Настолько стремительная и загадочная смерть, что некоторые, но я бы не стал этого делать, потому что никаких доказательств здесь нет, и это только чистые домыслы и догадки, но есть таковые исследователи, которые даже подозревают, не самоубийствовали за всем этим. Тем более, что, опять-таки, не знаем мы этого точно, но вот по всему своему складу, кроме того, потому что, по-видимому, Боротынский сильно пил последние годы и здоровье было расшатано и так далее, мог. Тем более, что и доступ к яду у него был совершенно прямой, его родной брат Сергей был, в общем, химиком-медиком. Но, повторяю, это все так, домосло. Умер. Умер в Италии, наконец до нее добравшись. Вот я и сказал, что поехал только в 44 года, когда, ну, вот более-менее, хотя доходов было 40 тысяч рублей в год, но приходилось много отдавать путяти, и жизнь была, в общем-то, видимо, дорога. Он действительно очень широко, широкую хозяйственную деятельность вел. Лес продавал, потом сажал лес. У него даже одно из последних его стихотворений «На посев леса» так и называется. Почему же, вот, во-первых, такая, как бы, такой полный уход в частную жизнь? Он хорошо говорил, что он вместе со своей должностью, чином, с которым вышел в отставку, Александрийский стих составляет, значит, губернский секретарь Евгений Боротынский. Вот получается Александрийский стих такой. Но, вот видите, какая удивительная вещь? Он действительно осуществил то, о чем мечтал Пушкин. И что? Пушкин прогиб всего на несколько лет раньше, чем жизнь оборвалась самого Боротынска. Вот удивительная штука. Не уйти, не уйти от времени, которое съедает и губит своих поэтов. Почему же все-таки был вот такой частный выход? Когда такая блестящая семья, такие, в общем, связи, вообще говоря, и, в общем, богатство, достаток, мог претендовать с его роднёй на блестящее положение в империи, войти в её элиту. Но в самом начале его жизни случилось нечто невообразимое, нечто бредовое, безумное. И в отличие от Пушкина, который мог с гордостью, как изгнанник, преследуемый проклятым царизмом, хотя мы знаем теперь уже, что ничего такого на самом деле не было. Что его отъезд из Петербурга был, как бы, в общем, видимо, чуть ли не внутренней договорённостью с правительством. Его просто так вот услали до какой-то степени от опасности, исходившей от него самого. А вот с баратынством ничего подобного не было. Там была пренеприятнейшая история, которая наложила пятно на всю его дальнейшую биографию. Причём история, которая поразительным образом шла полностью вразрез с его принципами, его характером и тем обликом человека, которого мы знаем по воспоминаниям друзей, да и вообще по его стихам, по всему. Ибо это была исключительно думающая, совестливая и развитая в нравственном отношении личность. Правда, я всё время думаю, что, может быть, таковой она стала в результате прививки страдания, которое ему пришлось пережить в 16 лет. Ну, во-первых, надо иметь в виду, что Боротынский был старшим сыном в семье. В семье очень, в общем-то, опять-таки многочисленной по детям. Второе серьёзное обстоятельство заключается в том, что отца он потерял 10 лет от труда. К отцу он был, видимо, привязан, ну так, совсем по-детски, вспоминал о нём. Но в 1810 году Абрама Андреевича не стало. Отец его действительно был очень такой замечательной, интересной личностью. По многим о нём вспоминали. Вот он был, как бы, таким павловским порученцем, с инспекцией по войскам ездил. А мы можем себе представить, что такое инспекция войска в павловскую эпоху. Но о нём все отзывались исключительно положительно, как о человеке дружелюбном, неглупом, старающемся, скорее, смягчить противоречия, чем и раздувать. Кстати, говорят, человеком, который особо вежливо, подчёркнуто вежливо относился к Суворову. А Суворов, как мы помним, при Павле был в полном небрежении, загоне и презрении у правительства. Это скрипя зубами Павлу пришлось пойти на встречу по желаниям великих держав и назначить Суворова главнокомандующим в италийский поход. Самое замечательное и забавное, ну, в общем, просто вот интересно, судьба такая, рок, что Боротынский солдатом Финляндии будет служить именно в тех местах, в которых в Шведскую войну воевал его отец. Более того, при Роченсальме будет взят в плен, попадёт в Стокгольм. Кто бы мог подумать, что потом вот в этом самом Роченсальме будет служить солдатом его сын Евгений. Вот эти все обстоятельства и то, что мать души не чаяла в нём, по-видимому, привели к тому, что он был, конечно, ребёнком, ну, исключительно домашним, исключительно честолюбивым, по-видимому, ну, избалованным. Хотя все воспоминания родителей, письма, которые до нас доходят, рисуют его мальчиком послушным. Но так или иначе, когда он попал в совершенно новую для него обстановку пажеского корпуса, там случилось нечто. Во-первых, оказалось, что он, поступая в пажеский корпус, плохо подготовлен по немецкому языку. Это имело роковые последствия. Его зачислили в самый младший класс, и он вынужден был сидеть с ребятами, которые оказались на два, а то и три года старше его. Ну, понятно, что это его унижало. Кроме того, он становился, как бы, таким естественным лидером. И лидером, которому довольно скоро пришлось себя отстаивать в столкновении с местными, значит, с местными педагогами. Педагогами, ну, прямо скажем, уровень преподавания в пажеском корпусе оставлял желать лучшего. По некоторым отзывам мы знаем, что дисциплина там хромала, преподавание хромало. Короче говоря, молодому человеку, да еще талантливому, там было исключительно скучно. А при этом ему хотелось себя отстаивать. И надо сказать, что он чувствовал, что дело плохо, что вот как бы все развивается не в ту сторону. И матери писал, умоляя ее позволить ему перевестись. Он хотел быть моряком, он хотел пойти по стопам своих адмирала, вице-адмирала, дяди своих. Но мать воспротивилась. И вообще тоже так все удивительно и странно в этой биографии. Сколько раз он не рвался, не рвался к морю. И увидел его, и по-настоящему как бы пережил. И написал свое замечательное, гениальное, прощальное, счастливое и трагичное стихотворение «Пироскав» за несколько недель буквально до своей кончины. Но море помахало издали. Он остался в колледже, в пашеском корпусе. И там случилось следующее. Делать, повторяемо, было нечего. Он начитался всевозможной там литературы, шиллеровских разбойников. И он организовал шайку мстителей, которые изводить должны были учителей. Ну, они там школьничали, они, значит, гвоздями шляпы прибивали к подоконнику, соленые огурцы подкладывали в карманы. Всякие, в общем, безобразия творили. А кроме того, на карманные деньги устраивали пиры на чердаке пажеского корпуса. Набирали за ужином всякие там свистные препятствия, пасы, докупали конфеты, потом и вино и пировали. Кстати, должен сказать, что не случайно потом Боротынский напишет поэму «Пиры». Не исключено, что чревоугодие было одной из его личных черт. Дальше произошло следующее. В их компанию затесался молодой человек по фамилии Приклонский, сын Камергера. И они стали замечать, что у него как-то вдруг вводятся очень крупные карманные деньги. Ну, не меньше 100-200 рублей в неделю. Представить себе, что родители такие сумасшедшие суммы выдавали на прожитье молодому человеку, было никак нельзя. И через некоторое время секрет выяснился. Все оказалось очень просто. Молодой человек подобрал ключи к секретеру своего отца. И там таскал оттуда казенные ассигнации. На все это они пировали в волю, радовались. Но потом Приклонскому пришлось уехать в Москву. Мать его опасно заболела, его вызвали. И уезжая туда, чтобы не расстроить товарищей, он вручил заветный ключ от этого самого секретера Боротынского. И тут опять трагическое стечение обстоятельств. Как раз надвигалось день рождения Боротынского, 16-летие. Хотелось гульнуть. И тогда с еще одним приятелем Ханыковым, который был родственником Приклонских, они пробрались в дом. И пока Ханыков стоял на стреме, Боротынский скрыл секретер, изъял оттуда 500 рублей ассигнациями и золотую табакерку. Надо сказать, что оправдания этому поступку, конечно, нет. Да и он и сам это прекрасно понимал. Ну, как это случилось? Бред такой, безумие. Все это выяснилось. Русский дворянин мог, конечно, прелюбодействовать, мог стреляться на дуэли. Но вот в уличенном воровстве русский дворянин не мог быть никак. После этого надо было во взрослых летах пулю в лоб пускать. Естественно, государь немедленно Ханыкова и Боротынского выкинул из пажеского корпуса. Вообще-то говоря, за такие провинности полагалось наказание розгами и отдача в солдаты. Но Александр, как бы тут был, проявил милостивость свою. Он приказал отдать молодого человека на руки родственникам и запретил отдавать ему паспорт из учреждения, а также принимать его на какую-либо службу в Российской империи, иначе как солдата. Это означало гражданскую смерть. Потому что без документа он не мог подтвердить свое дворянство, он не мог участвовать в гражданских делах, он не мог наследовать имущество. Более того, поскольку у него и чина никакого не было, то в подорожной он должен был, вне зависимости от возраста, указывать недоросель Евгений Боротынский. Сначала надеялись, что его простят, его в умение свое увез дядя Богдан, потом он через год, переболев страшно горячкой, приедет в Мару к матери, будет лить слезы, потому что на самом деле он будет абсолютно потрясен всем этим, ему более всего будет угнетать то, что он матери такой удар нанес. Мать пустила в ход. Все связи, все деньги, ничего не помогло, и пришлось ему в 1920 году приехать в Петербург и записаться рядовым в Лейбгвардии егерский полк. И первый год он так и будет жить, снимать квартиру вольно определяющимся, ну да, рядовым, но при этом все-таки как бы дворянином, живущим на частной квартире, не в казарме. Кстати говоря, некоторое время он будет снимать эту самую квартиру вместе с Дельвигом, который станет его ближайшим другом, и вот Дельвиг, великая роль Дельвига в русской литературе. Он и сам-то неплохой поэт, но именно он первым опубликовал стихи и Александра Сергеевича Пушкина, и второго своего лучшего друга Евгения Абрамовича Боротынского. Сам Боротынский, честно сказать, был нечистолюбив. Начинается его литературная жизнь, он обрастает в Петербурге связями, все прекрасно, замечательно, казалось бы, и так можно послужить в столице, хоть и рядовым, но совершенно неожиданно его производят в унтер-офицеры и отправляют в обычный армейский нишлотский полк, который раскарплицирован в Финляндии. Он воспринял это как удар судьбы. Ну, честно сказать, вот если брать там современную ситуацию, вообще наше представление о страданиях и всем прочем, в особенности сравнивать его судьбу с судьбой декабристов, то ничего катастрофического в пребывании Боротынского в Финляндии не было. Ну, во-первых, из пяти лет службы Финляндии около двух лет он просто провел в отпуску в имении своей матери, в Петербурге и так далее. Во-вторых, неплохо быть солдатом, который время от времени, не очень изредка, только на смотре полка надевают шинель и мундир, а все остальное время ходят фафраки. И поэтому все рядовые нишлотского полка вообще не знают, как к нему относиться, известный у Коншица, что он со штабом связан, и обращаются они к нему Евгений Абрамович. Вот есть у нас такой фафракий Евгений Абрамович. Кроме того, этот самый Евгений Абрамович живет на одной квартире со своим ротным начальником, командиром Коншиным, который души в нем не чает и в восторге полном, что судьба его свела со знаменитым начинающим петербургским поэтом, ибо Коншин сам балуется стихами. И вот тут вот отдушина какая, какая прелесть наконец в дикой Финляндии, родная душа и все прочее. Лудковский, полковник этого самого полка, друг и приятель его Дидьев, поэтому он у него как аки, значит, птенец под крылом. Все, в общем, прекрасно. Никаких притеснений, ничего. Деньги исправно поступают. Делать только совершенно нечего. Ну, он, правда, путешествует по Финляндии, он пишет стихи. Именно в Финляндии как бы вот такая некоторая сумрачность замечательная и романтическая часть, и да, и уже за романтизм переступающий в его поэзии появляется. Но вы понимаете, какая история? Вот что бы там ни было, аморальная травма была куда серьезнее, всяких и всяческих вот этих жизненных, бытовых невзгод. Моральная травма состояла в том, что статус был неопределен. Вот и у Пушкина, когда он лицей закончил, тоже был такой дурацко-неопределенный статус. С одной стороны, мелкий чин, с другой стороны, подающий великие надежды русский поэт. И вот как бы все истерические поступки, некоторые такие бритерства, которые Пушкин устраивает в Петербурге, почему его так и послали прогуляться и проветриться, они были связаны вот с этим разрывом, с этим противоречием. Но для Боротынского это противоречие было еще большее, причем оставшееся на всю жизнь, потому что как дело только доходило до чего-то, то как его в эпиграммах называли, не учинским, потому что он не получил образования. А когда один знаменитый западноевропейский автор издал книгу для Европы о русских поэтах, там прямо и было написано о проступках Боротынского, за которые вот он так вот и в таком статусе остался. Это, конечно, было оскорбительно, это было мучительно. И более всего было мучительно, что Александр никак уже не хотел, Александр Первый никак не хотел уже принимать в расчет, что молодому человеку уже не 16 лет, что он уже, извините, вполне взрослый дядя, ему 24-25, что наказывать молодого человека, блестящего, умного, раскаившегося, конечно, за проступки, совершенные мальчишкой, по недомыслию, почти случайно, почти в бреду, ну вот как-то глупо даже, наверное. За него хлопотали, хлопотали все, хлопотал Жуковский, хлопотал Тургенев, Александр Тургенев, хлопотал, между прочим, генерал-губернатор Финляндии Закревский, ну потому что, значит, унтер-офицер Боротынский попадает, Коншин уйдет в отставку, но судьба припасет для Боротынского еще одного друга, вот того самого Путяту, который был никем иным, как адъютантом при генерал-губернаторе Финляндии Закревском. Поэтому у него получилось так, что просто свой человек при генерал-губернаторе был, который, а, добился перевода его в Гельсинфорс, б, в Гельсинфорсе Боротынский главным образом увивается вокруг супруги генерал-губернатора Закревской, Аграфены, вот, влюблен в нее, значит, там с разными другими молодыми людьми соперничает за ее внимание, потом напишет поэму «Бал», в котором будут выведены разные герои этой истории, в том числе сама Закревская. Она вообще оставит в его душе неизгладимый след, он долго будет о ней помнить и возвращаться в стихах, даже уже после «Женить бы своей». То есть вот такие противоречия. С одной стороны, вроде все и в порядке, и нормально, а с другой стороны, неучинский. И более того, совершенно понятно, что в 25 лет начинать с нижнего чина, точнее, с нижнего офицерского чина, когда в 25 лет в России тогдашними генералами молодые люди были, довольно уже бессмысленно. Вот когда он выйдет в отставку, вот эта травма, она, по-видимому, и будет все время над ним тяготить, поэтому для друзей он как-то странно. Вот с бухты барахты женится, причем никто не будет понимать, почему на ней. Она была в него влюблена, но сама не блистала красотой. И тайны этих отношений, правда, по воспоминаниям сына, старшего сына Льва, по-видимому, отношения были очень близкими, потому что супругу свою он почитал за первую судью своих литературных опытов. Это много, значит. Ну вот, в общем, и вся биография. Потом будут годы, годы, годы труда, работы. Потом, наконец, глоток как будто бы свежего воздуха, когда он поедет за границу. Знакомство в Париже, простуда, пироскав, он доберется до Неаполя, в дневнике своем будет писать о том, как он здесь счастлив. И через несколько недель скончается. Кипарисовый гроб только через год перевезут в Петербург и похоронят его здесь в присутствии, помимо родственников, нескольких всего русских литераторов. К тому моменту о Боротынском почти забудут. К концу 19 века, начало 20-го, вот если вы откроете знаменитый, огромный словарь Брагауза и Фрона, многие статьи которого написаны, в общем, выдающимися литературоведами, там много интересного. Но о Боротынском там написано, как о каком-то третистепенном поэте эпохи Пушкина. О, как это несправедливо! Потому что это действительно был фантастический, выдающийся поэт. Поэт, который так многое открыл. Открыл, между прочим, для самого Пушкина. И вот разговор, начиная уже о его стихах, мы, конечно, не сможем обозреть, а он прошел сложную эволюцию, начиная от ранних своих эллигических опытов, когда он создает вместе с Пушкиным то, что принято называть психологической эллигией. Причем Пушкин будет писать «Ай да Боротынский, не буду после него писать эллигий любовных, не переплюнуть невозможно». И тут же, конечно, напишет на «Смерть Резнич», где полностью использует тот психологический каркас, который задан Боротынским в его замечательной эллигии притворной нежности не требует от меня. Давайте прочитаем. Да, шрифт тут, конечно, не для боевых глаз. И освящение плохое, да. Притворной нежности не требует от меня. Я сердце моего не скрою, хлад печальный. Ты права, в нем уж нет прекрасного огня моей любви первоначальной. Напрасно я себе на память приводил и милый образ твой, и прежние мечтания, безжизненные мои воспоминания. Я клятвы дал, но дал их выше сил. Я не пленен красавицей другого, мечты ревнивые от сердца удали, но годы долгие в разлуке протекли, но в бурях жизненных развлекся я душою. Уже уж ты жила неверной тенью в ней. Уже к тебе взывал я редко, принужденно, и пламень мой слабее постепенно собою сам погас в душе моей. Верь, жалок я один, душа любви желает, но я любить не буду вновь, вновь не забудусь я, вполне уповевает настолько первая любовь. Грущу я, но и грусть минует, знаменуя судьбин и полную победу надо мной. Кто знает, мнением сольюся я с толпой, подругу без любви, кто знает, изберу я. На брак обдуманный я руку ей подам, и в храме стану рядом с нею, невинной, преданной, быть может, лучшим снам, и назову ее своею, и весь к тебе придет. Но не завидуй нам, обмена тайных дум не будет между нами. Мы душевным прихотям мы воли не дадим, мы не сердца под брачными венцами, мы жребии свои соединим. Прощаюсь, мы долго шли дорогу одной, путь новый я избрал, путь новый избери, печаль бесплодную рассудком усмири, и не вступай, молю, в напрасный суд со мною. Невластны мы в самих себе, и в молодые наши леты даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящие судьбе. Ну, гениальное стихотворение. Стихотворение совершенно фантастическое, потому что ведь до него никогда такого не было. Элегия рассказывала, как тебе, любящему, изменила подруга. Она вообще могла рассказывать о том, как ужасно там все что угодно, что вот ты любил, 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 и тебя разлюбили, там и то, и все, пятое-десятое. Он делает поразительную вещь. Он рассказывает о том, что изменил он. Но, друзья мои, он не ей изменил, он самому себе изменил. Он изменил своим идеалам, он изменил своей любви, и он ничего не может сделать, потому что он оказывается, вот о чем здесь? Здесь о том, что человек, оказывается, не может ручаться, он себе не принадлежит, он не может ничего сделать, ибо внутри тебя возникает, ну, ты как бы перерос что-то, и что же теперь? Невластны мы самих себе. Почему? Да потому что твои клятвы, твоя любовь, твое устремление, это будет вечная тема Боротынского. Все это основано на мечте, на иллюзии, внутри которых только и может пылать огонь страсти, внутри которых мы только и можем увлеченно во что-то вкладываться, и куда-то идти, и перерастать самих себя. Но пока мы перерастаем самих себя, рефлектируем и умнеем, происходит страшная вещь, и Боротынский все свое творчество будет маниакально на этом зациклен. Сначала на личном уровне, потом на уровне поэтического творчества, и, наконец, в своей великой книге «Сумерки» он выйдет на цивилизационное обобщение, как разъедающий душу хлад рациональной цивилизации, погубляет иллюзии мечты, а вместе с ними разрушается поэтическая подкладка жизни, и наше существование, существование нашего мира превращается в безжизненный скелет. И что же с этим сделать? Но в этой же религии, хочу заметить, помимо вот этих глубоких обобщений, этого понимания, этого философского откровения, на самом деле, уже начинается еще одна поразительная, свойственная Боротынскому линия. Обратите внимание, о чем он рассказывает? Он рассказывает о собственном бесчувствии, но как страстно он рассказывает о собственном бесстрастии и бесчувствии. Обратите внимание, как работает интонация в этом стихотворении, когда его разностопие постоянно подхватывает мысль, начинает ее обыгрывать в темпе внутреннего углубления, размышления, проникновения в себя и отчаяния, что ты не находишь, не застаешь, не обнаруживаешь в сердце своем то, что ослепляло, уповевало тебя вновь, как он говорит, значит, вновь не забудусь я, вполне уповевает настолько первая любовь. Он говорит, конечно, о страсти. Когда он женится, он специально попросит, значит, Господи, Дельвига, да, он попросит Дельвига это стихотворение из сборника его изъять, потому что будет совершенно невозможно, конечно, при наличии супруги публиковать строчки на брак обдуманный, я и руку ей подам и все прочее. А кажется, что жизнь в некотором смысле как бы еще раз меняет все и обманывает эту ситуацию. Значит, надо сказать, что Боротынского всегда отличала поразительная способность естественно для публики незаметная вообще, но малозаметная даже для, казалось бы, литературно-ведческих корифеев, таких как Белинский, который так, вот что пишет, например, я не удержусь, все-таки не из того Виссариона, надо немножечко как бы так иногда к ногтю, вот, что он пишет в телескопе за 1835 год. Господин Боротынский поэт ли? И отвечает, несколько раз перечитывал я стихотворение господина Боротынского и вполне убедился, что поэзия только изредка и слабыми блесками блестит в них. В той же статье как бы ужасаясь одной мысли сравнивать нашего героя с Пушкиным, критик сопоставляет его с Козловым и, конечно, отдает пальму первенству Козлову. Может ли поэт нашего времени, пишет он, написать два длинных, вялых, прозаических послания, каковых Боротынскому и Гнедичу, которых сам механизм стихов скрипит, как тяжелые ворота на вероях, и в которых нет не только ни искры чувства, но даже порядочной мысли. Самое замечательное, что стихотворение, адресованное к Богдановичу, оно от начала до конца все наполнено такой пульсирующей мыслью. Он там на самом деле, ну, я так подозреваю, что все-таки, ну, хотя бы печенками, там, не знаю, чем-то. Белинский должен был это понять, потому что в этом послании Богдановичу на самом деле о Белинском-то и пишет Боротынский, как о современном критике, который возникает вроде посредника между публикой и писателем, и поскольку теперь и там начинается важнейшая тема, тема утраты литературы и вообще искусством своего, как бы, аристократического признанного лидирующего положения и все более и более превращающийся в товар под заказ массового читателя. И вот тут-то оказывается, что критик, который здесь вот просовывает все свое критическое перо между вот этой вот продукцией и, значит, потребителем, условно говоря, он начинает играть роль вот такого демона литературного, ну, во что это сегодня превратилось, мы прекрасно знаем. Мы прекрасно знаем, потому что литература как бы существует современная, актуальная, так называемая, вообще говоря, не для читателей, а сама для себя, ну, а там назначают всякие позиции, понятно, кто? Актуальный, продвинутый критик. и вот Боротынский это на самом деле в послании Богдановича, который действительно архаически звучит по лексике своей, и понятно почему, потому что он как бы переходит отчасти на стилистику Богдановича, к Богдановичу и обращаясь, демонстрируя тонкое понимание стилистики автора прошлого. Кроме того, архаизмы в поэзии Боротынского, они, конечно, тоже не случайно, они играют роль вот как бы такого стилистического окрашивания, придания высказыванию особого такого адического привкуса, торжественности, вот значимости подхватываемой и поставленной на обсуждение темы. Мы не будем читать с вами, конечно, послание Богдановичу. Во-первых, у Боротынского есть, конечно, и более важные, и более интересные стихи, хотя оно тоже очень хорошо и интересно. Но я вот что сразу хотел сказать, что Боротынский как-то исключительно тонко, точно понимал все процессы, которые происходят, во-первых, в литературе, в искусстве, а во-вторых, и вообще с цивилизацией происходят. Как я сказал, это все потом выльется в грандиозную книгу «Сумерки», но еще до этого будут стихи, где он, например, точно совершенно будет понимать природу вульгарного романтизма. Он же напишет совершенно замечательное стихотворение, так, сейчас я буду читать уже, «Когда печалью вдохновенной». Стихотворение, в котором будет поставлена вот эта вот проблема заемного, заемных страстей, заемных чувств, вот этого романтизма из моды, вот этой самой так называемой актуальности, когда все вдруг начинают предаваться мечтам и туманам, потом все становятся демонами и бурными гениями, все начинают испытывать страстные переживания, эмоции, и тогда он будет ставить вопрос, который его волновал всегда, мотивировкой. А чем вообще говоря все это оправдывается? Что должно быть в подоплеке? Что вообще тебе дает право так говорить и писать? Когда печалью вдохновенной певец печаль свою поет, скажите отзыв умиленный, в каком он сердце не найдет? Кто вековых проклятий жаден, дерзнет осмеивать ее, но для притворства всякий хладен, плач подражательный досаден, смешно жеманное вытье. Ненапряженного мечтания огнем услужливым согрет, постигнул таинство страдания душемутительный поэт, в борьбе с тяжелую судьбою познал он меру вышних сил, сердечных судорог ценою он выражение их купил. И вот нетленными лучами лик песнопевца окружен, и чтим земными племенами подобно мученику он, а ваша муза площадная, тоской заемную мечтая, родить участие в сердцах, подобно нищий развращенный, молящий лепты незаконной, с чужим ребенком на руках. Вот я бы сказал, что абсолютно наотмашь, гениально и совершенно жестко точно сказано. Причем точно сказано без каких-либо понимаете ли особых метафорических ухищрений. Но тайна Боротынского и его абсолютная гениальность в способности так сближать и сдвигать казалось бы не очень близкие слова, но в этом конкретном высказывании достигающей какой-то предельной фантастической точности. Но только для того, чтобы это заметить, нужно быть внимательным, потому что если вот читать остроенность стихотворения, ну да, ну какие-то общие лидические слова, которые так крутятся, 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 и вроде бы там о страданиях, он о страданиях и так далее. Но как же это сказано? Ненапряженного мечтания огнем услужливым согрет. то есть не тот, который вот значит вычитал там, как это делается, и вот напряженным своим мечтанием теперь нам рассказывает о каких-то своих великих страданиях. И вот к его услугам пожалуйста весь репертуар романтической поэзии, которая тут есть. Не это, а для того, чтобы иметь право допустим говорить как Лермонтов помянем сегодня, должны быть судороги сердечные, сердечных судорог ценою. И опять заметьте, как гениально дальше сказано. Не то, что он там вот получил право и так далее, а как точно он выражение их купил. Сердечные судороги приводят к тому, что обнаруживается, находится какое-то единственное верное слово. И здесь он на самом деле ставит грандиозную проблему, которая для нашего времени вообще архиважна. Это проблема подлинности. Благодаря чему стихи творчества, любая деятельность человека получает статус подлинности и чем она должна быть внутренне мотивирована. И он говорит, без дураков. Никакая актуальность, никакие там замечательные ходы, которые ты подсмотрел у кого-то, не помогут. Потому что, вообще говоря, все искусство с формальной точки зрения банально. С формальной точки зрения мы как бы все переживаем одно и то же. Но можно переживать, вот как говорил Рашфуко замечательно, иные влюбляются, потому что они наслышаны о любви. Иные пишут стихи, потому что они начитаны и наслышаны о том, как это делается. И не только иные, а большинство. И вот так ничего не получится, потому что мало быть наслышанному любви, надо действительно влюбиться. И вот когда ты влюбишься, если ты будешь честен, если ухо твое точно, и если талант тебе дан, вот тогда сердечные судороги найдут единственное правильное выражение тому, что с тобою было. Вот постановка вопроса. в то же самое время это средний период его творчества. Я повторяю, мы не можем, конечно, все раскладывать, там можно было бы о Финляндии говорить, много о чем. он пишет целый ряд совершенно точных, замечательных в своей афористичности стихотворений, которые являются как бы подведением итога долгих размышлений, вот этих самых сердечных судорог, но только не в какой-то такой эмоциональной преувеличенной форме, а как будто в строгом и даже слегка отстраненном высказывании. Например, старательно мы наблюдаем свет, старательно людей мы наблюдаем и чудеса постигнуть уповаем, какой же плод науки долгих лет, что наконец подсмотрит очи зорки, что наконец поймет надменный ум на высоте всех опытов и дум что точный смысл народной поговорки. И вот если вдуматься то, о чем он говорит, себя мороз по коже, потому что что он говорит? Он говорит, что, господа, все истины у нас под нос. Все народные поговорки про жизнь уже все сказано, книги написаны, там все зафиксировано. Любая книжка народных поговорок совершенно точно описывает себе твою жизненную ситуацию. И все мы это знаем, мы это читаем с детского сада. Но почему же, черт возьми, ничего в нашей жизни не меняется, если мы как будто бы все это знаем? А потому что, оказывается, знать и знать совершенно разные вещи. Знать, прочитав это одно, а пережить то, что ты прочитал на своей шкуре и понять, что это означает, вот это только в конце жизни. И ничего нового, кроме того, что уже перед твоим носом с самого начала было, ты не поймешь, но ты поймешь другое. Ты поймешь, что это означает. А пока ты сам не пережил, ты мог тысячи раз читать в любом учебнике, в любой книжке, у любого поэта и ничего. Это банальность, которая вот все, мимо ушей. Значит, в этом небольшом восместише сказано следующее, что, по сути дела, истина и открытие, это как раз и есть банальность. Но такая банальность, которую ты, пережив, сделал открытием, которая стала лично твоим присвоенным опытом. и, друзья мои, ничего, кроме этого личного опыта, у нас за душой нет. И мы ничего не можем понять без него. Сколько бы мы не слышали халва-халва, все равно сладко, как известно, не станет. Можно было бы читать и другие вот такие замечательные его высказывания, но времени у нас совсем нет. И давайте перейдем к сумеркам. Значит, что такое сумерки? Сумерки – это одна из величайших книг в русской поэзии, ну, хотя бы уже потому, что это первая лирическая целостная книга, которая от начала до конца вся выстраивается как единый контекст. До Боротынского ничего подобного не было. До Боротынского писали сборники, как правило, составленные по жанровому принципу, и там, значит, вот можно было такого-то жанра стихи прочитать. Тут послания, тут, значит, и легии, тут еще что-то. Это набор отдельных стихотворений, лучше, хуже. Кстати, я должен сказать, что вот когда вы, допустим, в лид-памятниках была издана, значит, сочинение Александра Сергеевича Пушкина, вы должны заметить удивительную штуку. Когда ты не собрание сочинений, уже так вот после, зная, что там есть, а вот читаешь это прижизненное издание, тебя охватывает некоторое разочарование. Подозреваю, почему. Потому что там эти стихи вынуты из привычного нам контекста. И вот Боротынский первым задает мощный, интеллектуальный, стилистический контекст, в который входят все стихи этой книги. Сложность ее прочтения, я вот не знаю, как нам здесь действительно быть, заключается в том, что ключевые стихотворения этого сборника, они чрезвычайно длинные. Но как без этого обойтись непонятно. И прочитать все, вообще-то нужно было бы прочитать все и все как бы вот так вот последовательно связать и комментировать, но это задача ни одного, ни одной встречи и уж, конечно, ни одного часа. Поэтому все-таки мы с вами посмотрим целый ряд ключевых и начнем с последнего поэта, конечно. Давайте прочитаем его. Это очень сложное в структурном отношении стихотворение с меняющимся размером разбитые на строфы. И абсолютно пророческое. Вот просто почти про нас сейчас. И начинается так. Век шествует путем своим железным в сердцах корысть и общая мечта час от часу насущным и полезным отчетливей бесстыдней занята. Исчезнули при свете просвещения поэзии ребяческие сны и не о ней хлопочут поколения промышленным заботам преданы. Для ликующей свободы вновь Эллада ожила, собрала свои народы и столицы подняла. В ней опять цветут науки, носит понт торговли груз. Но не слышны лиры звуки в первобытном рае мус. Блестит зима дряхлеющего мира, блестит суров и бледен человек, но зелены в отечестве амира, холмы леса, бригал азурных рек. Цветет парнас, пред ним, как вон и годы, Кастальский ключ живой струей убьет. Нежданный сын последних сил природы возник поэт, идет он и поет. Воспевает простодушный он любовь и красоту и науки и маслушной пустоту и суету, мимолетные страдания легкомыслием ценя, лучше смертной в дни незнания радость чувствует земля. Посланникам ураньи и холодной, поклонникам ураньи и холодной поет, увы, он благодать страстей, как пажите и олбурно-погодный плодотворит, плодотворят они сердца людей. Живительным дыханием разлита, фантазия подъемлется от них, как некогда возникла Афродита из пенистой пучины вод морских. И зачем не предадимся снам улыбчивым своим, бодрым сердцем, покоримся думам робким анеим, верьте сладким убежденьем вас, ласкающих очес, и отрадным откровением сострадательных небес. Суровый смех ему ответом персты он на струнах своих остановил, сомкнул уста вещать полуотверсты, но гордое главы не преклонил, свои стопы он в мыслях направляет в немую глушь, в безлюдный край, но свет отрадного вертепа не являет и на земле уединения нет. Человеку непокорно море синее одно и свободно и просторно и приветливо оно и лица не изменилось дня, в который Аполлон поднял вечное светило в первый раз на небосклон оно шумит перед скалой Левкада на ней певец мятежной думы пол стоит в очах блеснула в дну рук отрада сия скала тень сапфа песни волн где погребла любовница фаона отверженный любви несчастный дар там погребет питомец Аполлона свои мечты свой бесполезный дар и по-прежнему блистает хладный роскошью свет серебрит и позлощает свой безжизненный скелет но в смущение приводит человека вал морской и от шумных вод отходит он с тоскующей душой это потрясающие стихи при всей их архаичности и при конечно том что ну специальном конечно архаизации специальной при всем при том что конечно там просто нужно многое понимать почему там вдруг лада возникает дело в том что как раз в эти годы Греция освобождается от османского ига обретает независимость то есть о чем он говорит вот край мусс край поэзии обретает независимость на наших глазах черт возьми как будто бы все возвращается искусство красота мы можем припасть к этому источнику тем более что парнас цветет до сих пор даже до сих пор цветет и Кастальский ключ правда пованивает немножко а бьет вот там вот у подножия парнаса так до сих пор и бьет казалось бы все на месте природа на месте красота на месте вся подоплека жизни души на месте до такой степени на месте что даже невзирая на то что как будто бы вытоптано все я свидетельствую это истинно так это поразительно но как рождается трава так же рождаются талантливые люди и проблема нашего времени состоит не вовсе не в том что их рождается меньше чем когда бы то ни было нет я вообще подозреваю что их всегда рождается примерно один и тот же процент проблема совершенно другого проблема в состоянии общества способно ли оно заметить кто у него рождается ибо проблема не поэтов поэт может писать себе великие стихи и все понимать проблема общества которое не может присвоить и использовать пророческий дар великого поэта почему потому что поэзия искусства и об этом он скажет уже почти в следующем своем стихотворении приметы это на самом деле неотъемлемый присущий человеку способ познания мироздания его целостности и когда мы говорим что поэт пророк мы абсолютно точно без всяких там романтических завитков точно смотрим в суть вещей то что высказывает поэт неожиданно и парадоксально для него самого ибо творчество художественное это определенный мистический способ засунуть руку туда и из этой тайны если ты как скрипка настроен если сердечных судорог ценою ты так настроил свой инструмент свое сердце что оно резонирует на толчки мироздания и поэт может не понимать в ту минуту когда он высказывает что-то что он высказывает он обнаруживает в структуре мира нечто что еще даже нами не понято но вот когда это ляжет на страницу мы вдруг обнаруживаем что это предсказание будущего и вся эта книга это такое предсказание о чем о том что мы дожили до чудовищного ужасного времени когда функция искусства поэзии оказалась утрачена когда ведь поймите какая удивительная вещь тут же не романтическое вот это противостояние ничтожной тупой толпы и великого гения который она не может понять вся трагедия заключается в том что в условиях железного мира всякое высказывание подобного последнего поэта наивно оно наивно с точки зрения того позитив той позитивистской как бы и не о том хлопочут поколения промышленным заботам приданы это совершенно гениально сказано причем в сердцах корысть и общая мечта причем понятно что такое общая мечта сейчас она зеленой бумагой выражается часу от часу а дальше ведь парадоксально совершенно насущным и полезным казалось бы что плохого как дальше сказано отчетливей бесстыдней занята бесстыдней потому что для человека как его бог задумывал и каким он на протяжении веков был бесстыдно заниматься только насущным и полезным ибо вообще-то предназначение наше в другом бог-то нас вообще-то сюда позвал имена давать как известно тварям его мирозданию он нас сюда позвал для того чтобы мы по образу и подобию говорить с ним могли лягушка не может с ним говорить а мы можем к нему обращаться и вопросы задавать но это не для пользы и не для торговых промышленных забот и это наша способность говорить с богом позволяет нам понимать мир в котором мы существуем и себя самих а тут посмотрите что получается ведь так же как несчастная любовь сапфа любовница фаона понятная это сапфа легенда ничего подобного не было естественно но легенда говорит что она от несчастной любви покончила с собой о чем это о том что когда человеку с главным его чувством с тем что наполняет его составляет его не находится здесь места ну что делать нету места как сказано звери и птицы имеют гнезда и норы но нету места сыну человеческому та же самая проблема и здесь так вот она уходит потому что ее любви места нет и он место дару которого нет тоже покидает нас причем почему покидает потому что он обнаруживает там же очень замечательно сказано он в пустыне хочет бежать кстати обратите внимание что это опять перекличка с Пушкин бежит он гордый суровый звуков и смятений пол на берега пустынных волн широко шумные дубровы но Боротынский здесь точнее в том смысле что нету дубров уже свет значит не являет приюта тишины потому что все уже все распахано все освоено все продано все кому-нибудь там досталось принадлежит туристы ходят по горам спастись некуда и тогда оказывается что единственная свободная стихия которую человек еще до конца не присвоил это океан кстати когда потом в начале 20 века Блок в одной из своих записных книжек бросит жуткую фразу узнав о гибели Титаника он напишет сегодня я счастлив слава богу еще жив океан он скажет именно это это буквально ответ Боротынскому это вот рефлексия по поводу Боротынского о том что оказывается еще есть некая стихия которая полностью не придана промышленным заботам которая живет своей тайной своей таинственной грандиозной удивительной жизнью и в любой момент наше человеческое мельсишение может просто разрушиться тогда поэту остается только одно как бы вот эту живую первоначальную стихию себя и отдать и все из мира ушла повязь ушел голос но дело в том что мы то все равно даже испоганенные изломанные подпорченные мы все равно остались с этой самой душой которая не может существовать одними промышленными заботами и тогда нам достается только один удел смутного мучительного припоминания вот ушел этот голос эта поэзия в саму стихию природы и теперь голоса природы взирая взывая к нам как бы нас будят и мучают какой-то непроявленной тоской удивительные стихи дальше вот эта ситуация она проходит через целый целое исследование у Боротынского стихотворение приметы где как раз и говорится о том что не может жить человек одним разумом и логикой человек всегда жил в том числе интуитивным в чувствовании в мироздание в природу верой и тогда когда он жил этим она открывала ему свою душу и свои секреты пока человек естества не пытал горнилом весами и мерой но детский вещаньем природы внимал ловил ее знаменье с верой покуда природу любила она любовью ему отвечала о нем дружелюбной заботы полна язык для него обретала почуя беду над его головой вран каркал ему в опасения и замыслов пору смирясь пред судьбой воздерживал он дерзновенье на путь ему выбежав из лесу волк крутясь и подъемля щетину победу пророчил и смело свой полк бросал он на вражью дружину чета колубинная вея над ним блаженство любви предвещала в пустыне безлюдной он не был один не чуждая жизнь в ней дышала но чувство презрев он доверил уму вдался в суету изысканий и сердце природы закрылось ему и нет на земле предвещаний вы понимаете на каком уровне здесь идет разговор простое стихотворение которое вроде бы как бы так вот раскладывается ах какой ужас мы стали только у разума жизнь тогда как надо жить чувствами и страстями это все конечно довольно наивно потому что он то говорит не просто об этих вещах он говорит о том что мы как бы перестали замечать некий орган который в нас есть и который позволяет контактировать с миром на другом уровне потому что разум наука это аналитический инструмент который умеет расчленять и анализировать но попробуйте с помощью даже математика это знает что с помощью одного анализа не построить ни теории ничего вам неизбежно нужен синтез вам нужна другая процедура которая позволяет получать целокупное знание от мира из мира который не подвергается скрупулезному вот мелочному анализу возьмем одно второе третье соединим четвертое приспособим сюда и посмотрим что получится не получится не получится потому что мы имеем дело с бесчисленным количеством элементов ансамбль которых не просчитать ибо мы прекрасно с вами знаем из философии еще что есть переход количества в качество потому что на какой-то стадии вы будете считать по одной модели и схеме она уже перейдет на другую модель которая анализом вашим не предусмотрена а что же делать а делать то что делает человек всегда жить в рамках определенной мифологемы жить в рамках настроя на то что мир с которым ты имеешь дело друзья мои живой а понять что он живой понять что вся эта вселенная ведь поймите ужас то в чем серебрит и позлощает свой безжизненный скелет в рамках современной цивилизации мы тотально живем совершенно мертвом мире в котором есть мертвая так сказать физическая природа и мы с ней делаем что хотим ну вот и получаем то что надо потому что если вы от этой самой природы хотите знать а ведь неизбежно хотим знать потому что вдумайтесь в какой безумной ситуации мы находимся мы ведь все наши решения сейчас принимаем на основе достигнутого уровня знаний глобальный проект вот адронный коллайдер там запускаем очередные лекарства там надеемся что вот нанотехнологии нам дадут возможность новых супер-пупер лекарств которые вылечат все болезни но ведь поймите запуская дронный коллайдер там строя определенные новые технологические цепочки мы ведь их основываем на достигнутом уровне знания а послезавтра окажется что этот уровень был совершенно недостаточен для того чтобы так применять инновационные разработки изобретения ну по-моему говорил еще раз к слову напомню что рентгеновские лучи после их открытия сначала начинают применяться в мебели в этих самых обувных магазинах кстати на всякий случай чтобы мы об этом помнили так вот о чем он говорит и замысла в пору смиряясь пред судьбой воздерживал он дерзновение потому что еще с Одиссей когда богобоязненный Одиссей прежде чем пуститься в очередную авантюру тысячи раз подумает и помолится и к Богу обратится так вот спросит Афина вообще говоря стоит это делать или нет и Баратынский говорит так примета она на самом-то деле вот те самые приметы которые вы высмели в своих позитивистских установках это не что иное как повод еще раз задуматься стоит ли это делать постараться обратиться к миру не как к рассчитанной таблице где там это самое баллы стоят вот здесь столько 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 произвольно кстати выставляем а попытаться с ним проконтактировать как целостностью а для этого его надо любить а чтобы любить у тебя должно быть поэтическое чувство у тебя должно быть вот это внутреннее изначальное чувство мира как живого вокруг тебя и ужас весь в том что человечество это вообще всегда и существовало как бы опираясь на два крыла рационального мышления и поэтического чувства которое оберегает себя от экспериментов безумных основанных только на разуме а с эпохи возрождения мы прекрасно знаем что такое разум который в своей последовательности доходит до конца вся утопическая литература нам показала что как только общество начинает по разуму строить обязательно концлагерем дело закончится и так во всем и Боротынский говорит господа так вы что делаете вы пытаетесь на одном крыле махать лететь куда и сердце природы закрылось ему и нет на земле предвещаний на самом деле вот это вот трагическое ощущение слома цивилизации непонятного положения человека здесь оно проходит через замечательное стихотворение недоносок мы не будем его сейчас читать но просто невозможно все я как бы осень естественно приберегаю потому что в осени все мотивы все вот острые болезненные мучительные темы и личного опыта и того что с цивилизацией происходит из той безумной глухоты когда никакое знание передать невозможно а почему невозможно но в этой ситуации когда распались эти связи когда мир заботам этим стыдным заботам полностью предался мы как в вате не проходит ни один сигнал о чем я и сказал да не в том проблема что нету гениев есть они сколько хотите но всякое их послание тонет тонет и тонет потому что вот включите телевизор и реклама будет вам бесконечно бесконечно навязчиво тупо сообщать каждый день какую-то ахинею с утра до ночи ахинею ахинею ерунду вот очередная бородатая женщина там стало понятно кем кончита Европы вот там значит одно второе третье я как бы не против разных презентаций человеком своего я да ради бога но только ведь параллельно этому происходят совершенно глобальные фантастические процессы очень опасные процессы например о которых просто вообще ничего не говорят ну в частности не говорят о книге баратынского сумерки а ее надо читать с утра до вечера потому что в ней совершенно четко описано что происходит с нашей цивилизацией и более того даже ведь между прочим намек на выход намечен я уже сказал да что придает этой книге еще такую фантастическую выразительность вот что происходящая трагедия это не трагедия отстраненного мира это не трагедия людей самих по себе это трагедия и его баратынского который плоть от плоти этой цивилизации и в себе замечает эту охлаждающую убивающую силу разума которая отнимает у него мечту отнимает у него веру и он пишет все мысль да мысль художник бедный слово о жрец ее тебе забвенья нет все тут да тут и человек и свет и смерть и жизнь и правда без покрова резец орган кисть счастлив кто влеком к ним чувственным за грань их не ступая есть хмель ему на празднике мирском но пред тобой как пред ногим мечом мысль острый луч бледнеет жизнь земная то есть оказывается что сам его заточенный аналитический ум разоблачающий все так отважно шествующий от начала до конца он же тоже работает как вот этот разоблачитель который убивает поэтические мечты убивает поэтическую поэтическую подоплеку жизни и что с этим делать непонятно потому что итог нашего жизненного опыта это так или иначе разочарование вот на самом деле конечно опять мы имеем дело с вот таким поразительным сопоставлением две осени между прочим была статья у Лотмана про две осени где он сопоставляет осень Боротынского и осень Пушкина но правда должен сказать что не разобрался Лотман в том что там на самом деле происходит они сопоставляются достаточно формально ну здесь осень там осень и так далее хотя два эти стихотворения про разное и все-таки где-то про одно и то же потому что главная тема осени это конечно творчество человека это конечно вот проблема тех условий при котором вообще может происходить человеческое творчество в некотором смысле Боротынский тоже про творчество но только как бы на может быть большей глубине здесь разворачивается фантастическая картина приобретенного опыта который оказывается опытом разочарования и опытом смерти мы сейчас будем ее читать одновременно постарайтесь набраться терпения она огромная но при этом так напряженно внутренне устроенная вот ее механизм удивительный каждая значит она состоит из двенадцати по-моему стишей и каждая каждая вот из строф она внутренне закончена она заканчивается как бы неким итогом подведением некого промежуточного итога и казалось бы остановить это стихотворение можно после каждой строфы потому что вроде бы все уже сказано и дальше задохнувшись как бы вот придя в себя может быть и думая вот такое ощущение что он каждый раз думает ну неужели так и он снова запускает вот эту машину поиска машину поиска смыслов ответов упования на какой-то просвет на какой-то ответ и в нескольком смысле повторяется тот парадокс который мы сегодня уже сталкивались у молодого Боротынского потому что оказывается что страстность поиска ответа и истины сама эта страстность опровергает безнадежность этого процесса про который здесь вроде бы как на поверхности сказано и вот круглый круглый лист осины умолкли птиц живые голоса безмолвен лес беззвучны небеса и вот сентябрь и вечер года к нам подходит на поля и горы уже мороз бросает по утрам свои сребристые узоры пробудется ненасливый ол пред ним помчится прах летучий качаясь и завоет роща дол покроет лист ее подучий и набегут на небо облака и потемнев запенится река вот эта дивная деталь запенившейся потемневшей реки прощай прощай сияние небес прощай прощай краса природы волшебного шептания полный лес злато чешуйчатые воды веселый сон минутных летних нег вот эхо в рощах обнаженных секирует тревожит дровосек и скоро снегом убеленных своих дубов и холмов зимний вид застыл и ток туманно отразит а между тем досужий селенин плод годовых трудов сбирает смедав стога скошенной злак долин с серпом он в поле поспешает гуляет серп на сжатых бороздах снопы стоят в копнах блестящих или тянутся вдоль жнивы на вазах под тяжкой ношу скрипящих и хлебных скирт золотоверх и град подъемлется кругом крестьянский хат дни сельского святого торжества а вины весело дымятся и цепь стучит и с шумом жернова жившей мельницы крутятся иди зима на строгие дни себе припас ораты и много блага от родные тепло в его избе хлеб соль и пенистая брага семьей своей вкусит он без забот своих трудов благословенный плод это зачем это традиционное сравнение опыта который набрался человек вот тому самому урожаю который к зиме подготавляет собирает земледелец а дальше начнется полное разоблачение это избитые в общем-то существующие уже тысячелетия метафоры а ты когда слушайте свинтонацию ведь потрясающе а ты когда вступаешь в осень дней оратой жизненного поля и пред тобой во благостине всей является земная доля когда за тебе житейские бразды труд бытия вознагражды как сказано труд бытия вознаграждая готовится подать свои плоды и спеет жатва дорогая и в зернах дум своих ее из зернах дум ее сбираешь ты судеб людских достигнув полноты ты так жили как земледел богат и ты как он с надеждой сеял и ты как он на дольнем дне наград сны позлощенные лелеял любуйся же гордись восставшим им считай свои приобретения увы к мечтам страстям трудам мирским твои скопленные презрения язвительный неотразимый стыд души твоей обманов и обид вот какой мы урожайца собираем под конец неизбежно все потому что конечный урожай который мы собираем это свобода от иллюзий питавших нас с самого начала нашей жизни и чего бы мы не хотели но отпадает одна иллюзия за другой иллюзии любви иллюзии человеческой солидарности иллюзии того что какие-то умные дяди там правящие нами что-то вообще понимают одна иллюзия за другой что искусство кого-то спасает и лечит твой день зашел и для тебя ясна вся дерзость юных легковерий испытана тобою глубина людских безумств и лицемерий ты некогда всех увлечений друг сочувствий пламенных вздыхатель блистательных туманов царь и вдруг бесплодных дебри созерцатель один с тоской который смертный стон едва твоей гордыней заглушен но если бы негодование крик но если б вопль тоски великой из глубины сердечная возник вполне торжественной и дикой костями бы среди своих забав содроглась ветреная младость неграющий младенец зарыдав игрушку выронил б и радость покинула пчело его навек и заживо б в нем умер человек зови ж теперь на праздник честный мир спеши хозяин тароватый проси сажай гостей своих запир затейливый замысловатый что лакомству пророчит он у тех каким разнообразием брашен сияет он но вкус один во всех и как могила людям страшен садись один и тризву соверши по радостям земным твоей души тут ведь жуткие вещи говорятся и абсолютно истинные но первое то что свой опыт вообще говоря никому передать невозможно его невозможно передать мы это сегодня с вами видели на примере вот этого точного смысла народной поговорки потому что вы можете словами говорить все что угодно вы можете рассказывать предупреждать но двадцатилетнее существо юное наполненное гормонами надеждами и всем прочим будет слушать то что вы говорите и говорить вам так мне это уже говорили это уже тысячи раз повторяли это уже написано и сказано что вы мне талдычите одно и то же это вы идиоты не справились ну а мы это а действительно ничего другого в сердце душе настроение быть не может по очень простой причине потому что сил много и действительно кажется как странно не справиться с тем что в народной поговорке зафиксировано все знают значит надо просто предпринять некие последовательные логические действия опираясь на технологию знания опыта и так далее все будет прекрасно не передать но более того ведь Паратынский мыслит глубже он говорит о следующем не только не передать но и слава Богу что не передать потому что не для юности опыт старости потому что если вы опыт конца жизни передадите младенцу или юноше чем жить ему ведь живет он перспективой надеждой то есть иллюзией и все наши мечты упования стремления по форме своей все равно иллюзия вложившись в которую ну как это энергия заблуждения на которой пишутся великие стихи создаются картины строятся здания открытия совершаются но на энергии заблуждения лишите ее и никуда это значит что в своем предельном опыте причем обращаю ваше внимание он с одной конечно стороны разрушительный этот опыт но с другой стороны это золото это абсолютное золото самородки потому что вы прожили жизнь вы сердечных судорог ценою не только выражение купили но вы купили понимание того что обладает на этой земле истинной настоящей ценностью и вот теперь вы людям говорите смотрите золотой самородок а вы бегаете кричите ой почему мы нищие почему мы нищие почему нас ничего нету друзья так вы бегаете по золотым самородкам и кричите мы нищие но бесполезно вы можете не только указать на него вы можете взять и дать в руки но для того чтобы увидеть что вы даете золотой самородок надо чтобы уже был опыт восприятия который позволяет это сделать и увидеть а его нет тогда оказывается что каждый человек в своем грандиозном опыте понимаете ведь это же опыт Рембрандта Платона Шекспира Пушкина это предельный опыт человечества который говорит о величайших истинных открытиях и счастье и трагедии и страданий не передаваем и с чем ты-то остаешься какое же потом в груди твоей не водворится озаренье чем дума чувств не разрешится в ней последнее вихревращение пусть в торжестве насмешливом своем ум бесполезный сердце трепет угомонит и тщетных жалоб в нем удушит запоздалый лепит и примешь ты как лучший жизни клад хлад опыта мертвящий дар опыта мертвящий душу хлад то и что к пустоте пришли мы пришли к полному разочарованию то есть оказалось так что ставка на наши земные человеческие мечтания в итоге бита но мудрейший баратынский он понимает что быть может это только необходимая ступень для прорыва может быть за пределы наших человеческих мечтаний может быть за этим или отряхнув видение земли порывом скорби животворной ее предел завидя издали цветущий брег за мглою черной возмездий край благовестящий снам доверия с чувством обновленным и бытия мятежным голосам великом гимне примиренным внимающий как арфом коестрой превыспренный не понят был тобой предпромыслом оправданным ты ниц падешь с признательным смирением с надеждой невидящей границы утоленным разумением то есть может быть за этим конечным разочарованием за этой конечной битой ставкой на человеческое в сердечных судорогах тебе может быть открывается подлинная истина бытия вот этот хор арф которых ты так вот слегка как там в недоноске сказано арф небесных отголосок смутно слышу может быть наконец не смутно может быть оказывается что за этим разрушительным опытом нас ждет виденье подлинной истины и как удивительно сказано про проведение ведь обратите внимание пред промыслом то есть перед Богом оправданным это не ты оправдан а Бог оправданный перед тобой он оправдался как в другом смысле в другом стихотворении и оправдается незримой пред нашим сердцем и умом то есть утолит наше несчастное вопрошание почему так объяснит нам наконец как устроено это все это мироздание какой смысл в нашей жизни у нас самих во всем что происходит в страдании может быть вот за этим краем за этой бездной оно-то как раз и есть все стихотворение наполнено надеждой и срывом этой надежды потому что когда вот он это все скажет дальше то ведь он скажет что знай внутренней своей воеки ты не передашь земному звуку и легких чад житейской суеты не посвятишь свою науку знай горнее ильдольнее она нам на земле не для земли дана он дописывать будет это стихотворение получив известие о смерти Пушкина и образ падающей жуткой и прекрасной звезды которая возникнет здесь это Пушкин это вот этот голос вот буйственно несется ураган и лес подъемлет говор шумный и пенится и ходит океан и в берег бьет волной безумной так иногда толпы ленивый ум из усыпления выводит глаз пошлый глаз вещатель общих дум и звучный отзыв в ней находит но не найдет отзыва тот глагол что страстное земное перешел пускай приняв неправильный полет и вспять стези не обретая звезда небес в бездонность утечет пускай сменит ее другая неявствует земле ущерб одной не поражает ухо мира падение ее далекий вой равно как высотах эфира ее сестры новорожденный свет и небесам восторженный привет полная глухота зима идет и тощая земля в широких лысинах бессилия и радостно блиставшие поля золотыми классами обилия со смертью жизнь богатство с нищетой все образы годины бывшей сравняются подснежной пеленой однообразно их покрывшей перед тобой таков отныне свет и в нем тебе грядущей жатвы нет вот это потрясающе страшно горько но истинно вы понимаете какая удивительная вещь все духовное взросление все духовные сокровища которые здесь мы собираем собираются вовсе не для вклада в банк не для жатвы они ничего нам здесь не дадут и все и все мы не сможем никому передать мы сможем передать только тому кто на самом деле сам уже собрал или набирает вот они да так они набирая и подберут наше тоже потому что это не наше потому что это шекспировская гомеровская во все времена одно и то же вот то самое нетленное золото которое наполняет всю историю человеческой культуры вот его то мы и подбираем но только своими руками только дорастя до этого надо сказать что вот эта констатация тотальной глухоты современного общества потому что повторяю осень она же просто она же написана на фоне того что было сказано перед этим и она констатирует она констатирует положение человека который остался в вате в глухоте в пустоте оно ведь между прочим это положение ставит перед нами совершенно катастрофический вопрос какой а вопрос следующий а вот все что я делаю в этой жизни ну допустим я что-то делаю пишу например или еще что-то делаю да самые элементарные вещи да просто живу вот я правильно живу или нет вот то что я пишу вот это замечательно или нет напомню что Пушкин будет опять параллельно в колебленном своем треножнике там да решать ту же проблему он скажет ты им доволен ли взыскательный художник да то есть для него основанием полноценности творчества является внутренний суд поэта бородинский бородинский это понимает и он сам это знает и переживает но он прекрасно знает с его мечом мыслю что мы очень даже умеем себя вводить в заблуждение мы очень даже умеем себя успокаивать внутренним горением ибо графоман горит не меньше чем великий поэт отсюда возникает вопрос где найти в современном обществе друзья это вопрос просто первостатейный первейшей важности где в современном обществе в современном социуме распавшимся не слышащим в котором самое главное не передается где найти подлинный истинный критерий правильности или неправильности твоей жизни правильности или неправильности того что ты пишешь делаешь совершаешь думаешь ведь понимаете какой ужас раньше когда культура целостная может быть народный приговор потому что все в культуре общие ценности и человек другой как бы может тебе сказать да ладно пускай не народный приговор но скажем в средние века или в ренессансе мы знаем что живет живет и разум роттердамский в крайнем случае письмецо ему можно написать он по крайней мере что-то тебе разумное ответит если захочет а кому сейчас писать письмо где тот мудрец специалист нравственный образец я повторю они наверное есть но нету никаких никаких практических возможностей в вате современного общества рекламы его билиберды к ним пути обнаружить так же как попробуйте найти настоящего хорошего врача который диагностирует что с вами попробуйте попробуйте найти учителя хорошего настоящего пойдете по гимназиям смотрите рейтингом поздравляю придете я исключительно боюсь людей с высокими современными рейтингами как только я вижу список наград дипломов и всего я думаю боже а когда же он лечил-то он больше награды получал видимо друзья это катастрофически серьезно потому что человеку нужна какая-то опора и Боротенский говорит ну вот вот мы приехали нет опоры за что же тогда цепляться что все-таки может помочь и удивительно что последним стихотворением этого сборника будет стихотворение рифма где он кое-что скажет когда на играх олимпийских на столбных греческих недавних городов он пел питомец мус он пел среди волов народа жадного восторгов музыкийских в нем вера полная в сочувствии жила свободным и широким метром как жатва зыблемая ветром его гармония текла толпа внимания макована была пока могучим сотрясением вдруг побежденная плескала без конца и струны звучные певца дарила дарила новым вдохновением когда на греческий овмон когда на римскую трибуну оратор восходил и словословил он или оплакивал народную фортуну и устремлялись все взоры на него и силой слова своего ведь и я влавствовал народным произволом он знал кто он он ведать мог какой могучий правит бог его торжественным глаголом а ныне кто у наших лир их дружелюбный тайно просит кого за нами в горний мир опальный голос их уносит между нами между нас не ведает поэт его полет высок или нет сам суедия и подсудимый пусть молвит песнопевца жар смешной недуг или высший дар решит вопрос неразрешимый среди безжизненного сна среди гробового хлада света своею ласкую поэта ты рифма радуешь одна подобно голубю ковчега одна ему с родного брега живую ветвь приносишь ты одна с божественным порывом миришь его твоим отзывом и признаешь его мечты ну я пропустил там несколько строк по слепоте своей вот причем те которые я очень люблю а интересно тут их нет может быть это другая редакция а нашей мысли нет форума как известно о чем братинский говорит каков выход ведь ситуация действительно жуткая он говорит о том что гомер да он мог знать что он пишет потому что при единстве культуры культуры и как бы пронизанности смыслового пространства прозрачности его достаточно просто выйти к народу прочитать по реакции слушателей понять а теперь теперь рев стадионов на футбольных матчах и вы можете трижды пушкина вывести ни одна собака не почешется господи он он не дойдет до центрального телевидения и на какой канал не пустят это совершенно не интересно не актуально он не водит собакой он голым не ходит скучно он говорит какие-то банальные вещи которые тысячи раз были не актуальна хорошо тогда может быть вот значит на свой внутренний голос опереться боратынский не получится попробуй определи что в тебе горит горячка графомана или же истинный дар потому что субъективно переживается это одинаково и графомана хвостова захватывает так сказать вдохновение и пушкина захватывает так сказать вдохновение но результаты противоположные а откуда мы мы знаем что противоположные ведь жуть какая сейчас-то это просто вообще вот в постмодернизме нам так и сказано ничего противоположного нету каждый кто чего-то пишет чего-то пишет и оценку того чего пишет ставит рынок этот самый критик раскрутка актуальность а актуальность как известно не имеет вообще никакого отношения к качеству текста актуальность имеет отношение к тому что вокруг текста какие тут это пати можно организовать премии организовать еще чего-то потом значит очередной критик вам объяснит с какой стороны в этот текст надо заглядывать и что там такое великое сделано а без того чтобы он объяснил и не думайте читать бесполезно значит оказывается что нет объективного критерия и субъективный критерий вас не спасает и ничего не гарантирует что же остается нам бедным голубь с оливковой ветвью причем очень точно ибо ситуация правильно обозначена на ковчеге плывем там вот среди всемирного потопа и вот голубь с ветвью оливковой прилетая к вам обозначает что земля твердая почва реальность есть что же это за голубь и не случайно стихотворение названо рифма то и что вообще говоря Бородинский здесь пишет о том что по счастью есть великая наработанная прошлая культура и в ней видно то что не видно в сегодняшней а именно что смысловые направляющие идущие от Гомера Шекспира Пушкина Достоевского и прочих это фиксируется в строе стиха в умении рифмовать ну это частность конечно потому что здесь метафора здесь сказано именно об этом что по счастью у нас за спиной есть маяк который дает нам сноб света он дает нам световую дорожку если ты способен оглянуться если твои глаза не ослепли полностью если ты научился этот свет различать то тогда опираясь на эту тень от света на эту дорожку на вот это направляющие ты до какой-то степени в состоянии оценивать и выстраивать свой собственный жизненный путь невзирая на вопли окружающие абсолютно нагло наплевав на все то что тебе говорят современники но только в одном случае если ты честно научился этот свет различать то есть если ты запросто по-свойски говоришь с Пушкиным Шекспиром Гомером Боротынским и всеми остальными вот им можно задавать вопросы они до сих пор как и Разм Роттердамский сидят там напиши письмецо и спроси что ты делаешь правильно ли ты живешь нормально ли у тебя получается и если ты научился это делать тогда ты спасен даже в нашем безумном беспомощном мире на который наползают вот эти самые сумерки сумерки культуры о которых за 150 лет до нашего времени предупредил нас Евгений Абрамович Боротынский спасибо 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 спасибо